Здравствуйте, дорогие художники, любители живописи! Сегодня у нас на канале у меня будет видео в немного новом формате. Сегодня у нас будет онлайн-встреча с Марианой Юрьевичей. У нас будет беседа на творческие темы. Те, кто смотрели меня последние месяца три, они видели, что у меня на канале появлялись совместные беседы с моей подругой, творческим человеком. Ведущим двух каналов на ютубе. Канала технологии притяжения и канала арт-мастер Марианна. Изделия из бусин, мастер-классы. И вот сейчас мы с Марианной, так сказать, волей у судьбы оказались в разных странах. Марианна осталась в Таиланде, где я зимовала в этом году, и где мы снимали с ней первые вот эти видео. Я сейчас в России, но у нас возникла идея совместные сделать видео. И с помощью наших средств достижений разных технологических, сделать видео вот так вот в онлайне, через интернет, через скайп. У нас с Марианной связь по скайпу через компьютеры. Мы с ней друг друга не видим, но слышим. А записываем просто одновременно видео, и потом они будут совмещены, и вы увидите нас как бы вместе на экране. Вот, так что принимайте нас в новом формате. Марианна, можешь поздороваться. Добрый день, друзья. Я очень рада вернуться на канал Натальи. И вообще, я очень рада, что мы снова начали записывать эти видео, потому что, наверное, ничего меня так не бодрило, как эти записи. Потому что у Натальи, так сказать, очень сильное что-то в ней внутри живёт такое. Вот мне рядом с ней даже видео записывать легко и хорошо. Вот без неё как-то не так. Поэтому я рада, что мы начали снова. А вот я говорю без неё про неё, вот я говорю про тебя, как про неё, потому что я тебя не вижу. Так что ты извини, если что. Ну, от себя я тоже могу сказать, что я записывала много интервью с разными людьми, интересными, творческими. Но так весело, как с Марианной у нас ещё ни с кем не получали совместные видео. Поэтому я вот тоже думала, сейчас вот эти два месяца, пока мы с ней находимся в разных странах, как же нам это осуществить. В итоге мы с ней как бы вместе вот так вот разработали такую стратегию, будем пробовать. Вот одно видео уже сняли для её канала «Технологии притяжения». Про суеверие. Заходите, посмотрите. Интересное видео, да, много вспомнили смешного из нашего детства и взрослого уже, связанного с разными предрассудками. Вот. Ну, а сегодня мы поговорим на тему, которая актуальна, я думаю, для многих творческих людей. Это тема переедания любимыми творчеством или любимым хобби. Вот. С Марианной только что общались. Она поделилась, что вот... Я могу даже рассказать. ...состояние, могу рассказать. Сейчас она сама расскажет, да, про то, что сейчас как-то она ощущает. В общем, у меня был долгий поиск собственного творчества, и это было достаточно непросто и связано с переходами от одного материала к другому, там, от одного вообще искусства к другому. И каждый раз это сопровождалось тем, что я остывала к этому, вот, к этому очередному творчеству и понимала, что всё, вот, всё, что я сделала до этого, мне уже неинтересно. А обычно же остаётся куча материалов, и извините, это, ну, то есть одно время я занималась оригами. Вы представляете, сколько у меня бумаги осталось, уже нарезанных, даже что-то, что-то там уже сложенного осталось. Я понимаю, что всё, я больше не могу этим заниматься, то есть вот, совсем. И когда я нашла бусины, я думаю, ну, всё, это вечная тема, вечная-вечная. И вот я, значит, веду канал, и вот он у меня так хорошо идёт, и вот у меня люди начали просить что-то делать. И вдруг, разместив последнее видео, я поняла, что я не хочу больше, то есть мне нужно какое-то время не заниматься этим. Честно говоря, меня сначала это напрягло и напугало очень, потому что, ну, мне не хочется, во-первых, перепрыгивать, и к тому же я нашла прям своё место как будто бы, да, но я понимаю, что у меня сейчас нет сил просто даже что-то сесть сплести. Хотя у меня плана в громадье, жиж, то есть у меня там два магазина на ЕЦИ, магазин появился на ярмарке мастеров, мастер-классы, заказы на мастер-классы пошли, а я понимаю, что я не могу. То есть, и вот это, конечно, меня очень расстроило. Маташа? Мне кажется, что творческая энергия в человеке, она, ну, как бы это сказать, она может воплощаться в разных образах через человека, да, и вот этот момент, когда на совсем или на время, да, закрывается, как бы, русло одно, оно, как бы, это энергия, если, ну, если в этот момент не пугаться, если в этот момент не пытаться, как-то насильственно пытаться, значит, по этому руслу именно эту энергию протолкнуть, то она либо найдет какой-то другой канал выхода, и обязательно через что-то другое выйдется, и это будет интересный новый опыт, либо она временно будет идти через другой канал, а потом опять по старому руслу движется. Мне кажется, это все совершенно естественный процесс, и в этом процессе, вот если ты это ощущаешь, мне кажется, не надо пытаться как-то его, ну, как сказать, не игнорировать, да, не форсировать, не игнорировать, то есть мне кажется, когда есть процесс творчества, который доставляет радость, что бы ни произошло, если это естественно, то это все будет, как бы, то есть в радость, то есть мне кажется, вот как я ощущаю, когда мне перестает хотеться заниматься чем-то, мне начинает хотеться заниматься чем-то другим, чаще всего. Если только это не тяжелая депрессия, не какой-то там стресс или какие-то серьезные болезни, то обязательно просто не хочется этим, хочется другим. И у меня были такие периоды в жизни, когда у меня именно сильно менялось направление выражения творческого, но у меня как бы на самом деле не было в этом страха. То есть у меня как-то чаще по жизни получался период на несколько лет, когда я занимаюсь изобразительным, как бы живописным чем-то, потом у меня период, когда я занимаюсь музыкой, и у меня вся энергия там уходит в музыку. Были такие периоды в моей жизни, когда я прям очень много пела, ходила на репетиции, пела в группе, и тогда мне совершенно не хотелось рисовать. То есть я и не рисовала в те годы вообще, то есть у меня настолько всего ходило в сочинение песен, в исполнении их, в репетиции, в выступления, в общении на эти темы. Я слушала музыки гораздо больше тогда, вот. А когда я занимаюсь живописью, мне больше нравится в эти же периоды, как бы, и смотреть больше, в музеи посещаю, там, смотреть чужие картины, общаться с художниками. Мне кажется, это просто естественный процесс. И просто надо, наверное, отдаться этому ощущению без страха. То есть не прогнозировать, что будет в будущем. То есть если даже и бусины совсем уйдут из твоей жизни, возможно, придется что-то то, к чему тебя эти бусины подготовили. Может быть, бусины это была подготовка к чему-то более как бы твоему, а кто его знает. А может быть, это просто... Вот сейчас я ощущаю, у меня с живописью так бывает, я ощущаю, что как-то просто требуется отпуск. Ну, как знаешь, вот человек работал-работал на любимой работе, но ему надо там раз в году уехать там на 10 дней к морю. И просто там тупо полежать на песке, а потом вернуться и опять любимой работой заниматься. Вот мне кажется, в плане бусин у тебя сейчас больше вот такое вот. Вот, значит, я предлагаю немножко углубить эту тему, собственно, с чего я начала переживать-то. Переживать-то я с чего начала. Каждый раз, когда мне приходилось что-то бросать, то есть это, конечно, общечеловеческая, наверное, тема. Нет, это не общечеловеческая, это воспитанная, наверное, обществом тема. Каждый раз, когда ты чем-то долго занимался, ты туда вкладывал силы, и вот оно такое чуть-чуть вот подросло, например, но в какой-то момент вот заканчивается поток, вот как ты хорошо сказала про русло. Вот раз, русло иссякло. И ты такой оборачиваешься, и ты понимаешь, что туда у гроха настолько сил, что ты думаешь, что если ты бросишь, то ты просто сразу предашь себя. Но при этом силы этим заниматься уже нет. Вот, наверное, вот, может быть, даже я неправильно тему сформулировала. Вот сама мысль о том, что страшно бросать то, с чем ты долго работал, и там, значит, усилия и много всего. Вот. И тут ты как будто... Страшно бросать, не получив большого приза, да? То есть нужен приз какой-то за это, чтобы тебе дали звезду героя. Марианна, ты герой бусина плетения, ядь. Теперь ты можешь сняться чем-нибудь другим. Мы сейчас оставляем. Я сейчас даже не про бусины говорю. Я сейчас говорю, ну, возьмем то же самое со спением. У меня, например, было, да? Я долгое время училась петь, а потом я в какой-то момент поняла, что у меня туда больше энергии не течет. То есть, ну, извините, я потратила дофига времени на уроки, на вот это все, на постановку голоса, на поиски какого-то собственного звучания. А тут я понимаю, что все это было как будто незачем. Ты знаешь, если бы был при этом еще большой приз, то было бы еще хуже, потому что когда у тебя еще и большой приз тебе дали, а ты тут такой, ну, ладно, все, я пойду. Ой, ты вообще, как ты пойдешь? У себя же там все хорошо, куда ты пойдешь? Ты должен остаться тут. Нет, не ходи никуда. Сиди на месте и не развивайся. Вот я, наверное, про страхи это все. Ну, вообще, все это тема про страхи. Ты понимаешь, да, что бредовость этих идей, что либо приз, либо отсутствие приза. А, вот это момент еще страты времени. А жизнь, это, ну, как бы, время вообще вещь эфемерная. А жизнь, как бы, а сколько мы времени потратили, пока мы в школу ходили? Тебе не жалко этих 10 лет, нет? Так, понимаешь, в чем дело? Это еще смешнее то, что когда ты ходишь в школу, то есть у меня, по крайней мере, так было, возможно, у других такого не было. Ты ходишь в школу, и ты думаешь, вот школа закончится, наконец-то жизнь начнется. Потом ты ходишь в институт, ну, кто-то ходит, кто не ходит. И ты думаешь, ну, вот это закончится, жизнь начнется. Там потом, значит, растет ребенок. Ну, у меня так было, да, и я думаю, вот ребенок варится, жизнь начнется. А она не начинается! То есть все время происходит. На самом деле она есть всегда этой жизни. Это желание жить в будущем, потому что это та же тема, которую мы только что развивали в этом, про суеверие. То есть не желание жить в настоящем, желание жить в будущем. Жизнь-то она сейчас прям есть. Она никуда не идет. Знаете, я, наверное, сейчас говорю про то, что в башке заложено. У меня так было. Я все время хочу добавить это. У меня было заложено, что жить ты начинаешь. Тогда, когда там у тебя есть то, то, то. Вот тогда ты начинаешь жить. Все, что до этого, это не жизнь, это, значит, подготовка. То есть сначала ты должен закончить институт, получить профессию, потом ты должен найти работу, начать зарабатывать деньги. Вот как только ты заработал достаточно, чтобы поехать на юга или бросить работу, вот тогда жизнь начинается. Ну, на юга ты уже уехала, Марианна, половину программы ты уже выполнила. А некоторые и половину не выполнили, им теперь все, не жить. Жизнь прошла мимо. На самом деле, это всегда такая фишка. Это у меня тоже самое. Ну, это просто, когда начинаешь о ней размышлять глубоко, о вот этих вот фишках, становится очень странно. Не надо размышлять, надо начинать жить. Жить сейчас, не надо размышлять. А что значит начинать жить? Начинать жить. Объясни мне, что значит начинать жить. То, что, в принципе, ну, это абстрактное понятие, начинать жить, то есть жизнь, она есть. Ее прекратить, она не прекращается, просто когда ты уходишь в размышления, ты как бы не замечаешь жизни, а замечаешь размышления. Вот. И, по сути, в принципе, ну, вот самое правильное, это слушать отклик внутренний. Если тебе сейчас хочется там петь, сейчас надо петь, а не плести бусины. Да, а думать о том, что я потратил там жизнь на плетение бусин, жизнь, она все равно бы прошла. Но не потратил бы ты на плетение бусин, ты бы потратила на что-то другое. Я потратил там на учебу. Ну, это сейчас, я уже понимаю. Я потратил на то. Да у меня то же самое, те же самые мысли бывают. Иногда я думаю, вот я училась в институте 6 лет, я потом 7 лет строила карьеру в области дизайна интерьеров, я изучала сложнейшие программы 3D Max. Я потратила это все, а в итоге теперь рисую картину, у меня даже нет художественного образования. Я потратила, получается, 6 лет в институте, один год подготовительных курсов 7 лет, в художке, ну, художка, ладно, пусть с рисованием, в общем, и 7 лет. То есть, получается, я 14 лет потратила на дизайн этот интерьеров с архитектурой, а в итоге что? Я не стала никакого приза, я не стала невеликим дизайнером интерьеров. не заработала денег, я ничего... 14 лет выкинута из жизни. Все. Вот если бы я бы, еще тогда после художки, сразу бы, либо пошла в художественное училище, либо сразу начала писать картину, вот тогда бы эти 14 лет, я бы сейчас уже могла быть известным художником. Ну, куда могут эти размышления завести? Ну, вот со стороны, посмотри, это же бред полный, правда? Эти 14 лет я жила, и я была счастлива, учащаясь в институте, мне нравилось. Я была счастлива работая в дизайне интерьеров, мне нравилось. Ты была счастлива, обучаясь пению, тебе же нравилось это. Почему ты их потрачила? Ну, я по-другому бы, наверное. У меня просто... Вот недавно, кстати, у меня появилась ученица новая, и прям это было очень отдельным приятным чудом, то, что она появилась. И когда я ей стала рассказывать, с чего, собственно, я начала петь, я стала сама вспоминать, почему я начала петь. Она мне всё время задаёт вопрос, зачем? Зачем ты начала петь? Я начала петь, когда мне было 22 года. В общем-то, я была уже взрослой девочкой, и у меня были большие проблемы там с переживом горла, у меня ничего было не поставлено, всё было плохо, как говорили мои преподаватели. И я не могу сказать, вот сейчас вспоминая прошлое, я не могу сказать, что я представляла себя хоть раз на сцене, на большой. Когда мне говорили, я бы, кто-то из моих знакомых мне бы сказал, я бы выступил на стадионе, и тогда нормально. Я как представила себя на стадионе, мне сразу захотелось развоплотиться просто. И получается, что у меня где-то в голове была совершенно другая мысль про пение. То есть это было какое-то... Я не была счастлива, пока я училась петь, это было постоянное преодоление своих каких-то зажимов. То есть это всё время было такое... У меня не получается, но я иду вот это вот. Иду. А зачем? Если бы меня тогда спросили, зачем? Да, меня, кстати, спрашивали, зачем. Я так... Ну, я не знаю. Марьяна, может, тебе нравилось преодолевать? Возможно, твой характер такой, что тебе просто нужно было что-то преодолевать. И в этом ты была счастлива в своём преодолении. Может быть, это и было как бы смыслом. Прожить опыт преодолевания чего-то. Это же само по себе может быть интересно. Правильно? Мне кажется, что... Знаешь, возможно, возможно, если смотреть на мою жизнь со стороны, такое можно подумать. Ну, вот мне бы очень хотелось перестать всё это преодолевать, но я не знаю как. Потому что жизнь предлагает что-то, что надо попреодолевать. Ну, я стараюсь это делать какими-нибудь технологиями притяжения. Технологиями притяжения. Пусть она... Да. И у меня это в другой теме, но я тоже это вижу, что мне тоже хочется желание преодолевать, достигать, бороться. Да это, видимо, человеческая как бы природа ума. Она как бы не в том, чтобы довольствоваться, чтобы получать удовольствие, а в том, чтобы бороться, преодолевать, достигать, ставить цели, стремиться, устремляться, жить в будущем, прогнозировать. И пока ты как бы вот мышление занимает как бы большую часть как бы энергетических всех процессов, именно мышления, да, от этого никуда не деться. Как это? Бороться, искать, найти и перепрятать. Найти и перепрятать, да. О, классическая вообще поговорка, которая всю эту такую тему отражает. Это точно. Ну вот сейчас мы снимаем видео, мы же ни с чем не боремся, мы ни к чему не стремимся, нам просто здорово, интересно, прикольно говорить, да. Вот так же и вся жизнь, в принципе, она, ну, может быть не преодолением, а просто проживанием опыта. Видишь ли, видишь ли, я очень люблю размышлять на те темы, о которых мы с тобой беседуем. Потому что мне очень нравится видеть... Любовь, пущего я слово люблю, Марьяна? Ты любишь, ну любишь, ты любишь, это в этом уже есть смысл. Это происходит просто потому, что тебе нравится, это любовь. Вот смысл, почему. Да, да, да. Мне очень нравится видеть взаимосвязи. Да. Взаимосвязи, знаешь. Ну, видишь, как здорово. Я люблю преодолевать. А у меня было до поры до времени, я очень любила строить планы и цели ставить, цели полагания. Я понимаю, что я это любила, мне нравилось. Но нравилось в этом не конкретно процесс целей, там всё, а нравилось ощущение любви, которое я испытывала к этому состоянию. Вот. И это тоже самоценно. Интересно. Самоценно, да. Любовь к чему-то, к какому-то процессу. То есть мы ощущаем в этом, ну как бы мысли сливаемся с этим. Мне нравилось ставить цели и достигать, нравилось разрабатывать пути и достижения. Сейчас я этим уже не занимаюсь. Просто в какой-то момент, видимо, это стало не нужно, как бы, любовь стала приходить через другие вещи. Вот интересно, ты сейчас рассказываешь, ставить цели и продумаешь пути. Вот то, что ты сейчас говоришь, для меня это азбука Морзе. Это то, что для меня всегда было проблематичным. Поставить цель. Для меня поставить цель – это значит просто сложить себя, просто заложить себя этой целью и заниматься только этим. Для меня это уровень несвободы максимальный просто. максимальный уровень несвободы то есть вроде бы у меня где-то там есть цель до развития свои каналы с тем чтобы они были интересными чтобы туда там бусины у меня там лампа у меня там такие вот были из бусин чтоб там скульптуры туда-сюда но при этом я не могу наверное даже назвать это целью потому что слово цель для меня очень страшное да для меня были было ощущение цели мне нравилось это и это видимо это знаешь как мне кажется это ну как ну я верю там астрология то есть как как-то вот лично ну как бы личностные наши все характеристики всех людей разные мы все все-таки разные и вот эти вот психо психические структуры у всех по-разному строится одному человеку нравится нравится цель ставить цели достигать возможно какой-то период жизни как вот у меня это только период жизни на всю жизнь кому-то там на всю жизнь кому-то нравится там я не знаю ну что-то еще до какие-то по-разному в принципе все строится но на самом деле в каждом из этих процессов а человек как бы сказать реализовывая реализовывается просто как бы ну я не знаю игра бога так происходит через одного человека богу нравится ощущать ставить цели достигает через другой человек ему нравится там служить кому-то некоторые люди чувствуют что они для служения родились они там служат ну кому-то там, детям своим, допустим, да, это же тоже такая цель здоровская, если ты через это реализуешь свою любовь, служи детям, там, воспитание детей, там, обслуживание детей, выращивание детей, там, выведение детей в люди, помощь им, как бы, в становлении, то есть, так же можно служить, я не знаю, в религии, можно служить, там, абстрактному какому-то Богу, да, но не абстрактному, они там образ какой-то держат, и люди люди у людей как бы ну как бы есть течение жизни которая наполняет жизни этот смысл просто я вот вижу эти вещи вот так вот но это естественно это всегда не свобода это не свобода всегда по сути потому что ты себя отречисляешь что личностью которая вот который это все делает я пока я себя отречислялась личностью там наталья ширяева который идет какой-то цели даже когда я хотел стать художником я себе там аффирмации говорил я успешный художник мои картины покупают а потом просто когда это увидела это так интересно то есть ты вроде бы ты этим отчасти являешься но это еще не все ты ты-то это как раз не она но ты к этому тоже имеешь отношение и сейчас я понимаю что я и наталья ширяева и художника который хочет быть успешным который хочет продаваться на понимаю что я не только это и из этого тогда исчезает невротичность но она как бы остается как игра интересная в этот образ а у другого что мне сейчас две вещи мне сейчас пришли в голову первое что ты вот фразу сказала я ты подчеркнула то что я в своей фразе про размышления сказала я люблю размышлять так вот я сейчас подумала что я никогда не замечала это слово в этой фразе то есть получается что вполне возможно достаточно много существует вещей которые я люблю и про которые я говорю что я их люблю но я это слово люблю там не воспринимаю поэтому мне кажется что его там нет она какое-то страдание сразу поражает как будто жертва своей любви до размышлений но ведь ты на самом деле кайфуешь от этого то есть чем делает в основном то что ну как бы мы всем какой-то степени нравится делал даже даже любовь каким-то там страданием самоистязанием в этом тоже есть какое-то наслаждение у меня любовь не связывается со страданиями совсем у меня сейчас друг другая просто история важно я вдруг поняла что для меня сейчас очень актуально важно и нужно научиться любить себя вот то есть и подлюбить себя я имею ввиду получать удовольствие от жизни в собственном теле и от своих дел от того что я делаю каждый день до того как я общаюсь то есть любить себя тотально что называется да вот вы все в каждый момент времени себе нету нет у меня этого нету потому что во первых есть же внешность это же это же целая история наконец объяснить себе что вот это моя внешность другой не будет и надо просто или полюбить вот как только я ее люблю я сразу себе нравлюсь но вот эта мысль то есть привычка перекидываться вот значит здесь у меня вот в этой части я себе не нравлюсь потому что я не соответствую 50 стандартам которые существуют или там 60 или 120 а здесь я принимаю себя такая какая есть потому что я в этом теле живу и я в этом теле умру и то есть как бы не умрешь ты в этом теле тело умрет а ты-то не умрешь ну хорошо тебе да неважно факт то что я проживу эту жизнь в нем и у меня есть два варианта либо либо вот продолжать мучиться да либо начать себя мучить тем чтобы замучить это тело чтобы она сама меня за заболела и сама меня ну то есть чтобы она тихо померла от нелюбви до либо принять то что есть и жить жить в этом с удовольствием и вот это же это же это невроз который конкретно прививается я не знаю с экрана в телевидении ну ладно это это мы оставим просто самого понятия любить себя то есть и получается что мне по крохам приходится вытаскивать вот это слово любить из собственной речи который я иногда не слышу то есть я говорю что-то да но я бываю настолько неосознанно что я не слышу тех слов которые я говорю я тебе сказала я люблю размышлять и вдруг ты мне говоришь ну ты же любишь и году ладно это потрясающе просто как не слушать не слушать то что сам говоришь каждый день вот то что говоришь и сам же не слушаешь это ну просто наверняка и вот гораздо больше да ну как бы я так знаешь отношусь к поэтому призы не дали значит не считается мне сейчас вспомнилась песня одна прикольная меня с детства удивляло ее содержание очень глубокомысленное выдумал тебя но как я мог тебя не выдавить не выдумал тебя но как я мог мог тебя не выдумать чтоб самому себе завидовать что ты такая у меня наш выдумал себя но как я мог себя не выдумать чтобы самому себе гнобить за то что я такая у себя мне кажется это оба оба постановки вопроса бредовые как бы что-то у меня там причины следственной я тебя слепила из того что было тоже хорошо и потом что было то и полюбила кстати про слово любовь слушай я недавно ус получила такое замечательное определение которое не является полным определением для слова любовь но мне понравилось что слове люблю всегда должно быть безопасно то есть если ты любишь что тебе безопасно то есть там где тебе опасно ты не любишь ты зависишь то есть любовь это понятие которое обязательно включает в себя безопасность ну я бы как ощущение ощущение такой тотальности как бы такой тотальности в которой исчезает вообще что-либо ну как бы безопасность да там любом присутствует для меня это ощущение в котором исчезает мышление а чувство безопасности мне кажется дает только отсутствие как бы мышление то есть чувство присутствия присутствие просто в данном моменте тотально это то же самое я ощущаю как любовь то же самое я ощущаю как и безопасность и как отсутствие страха отсутствие страха там отсутствие мысли о будущем о прошлом ну в принципе вот все что я могу сказать что да я так это тоже ощущаю но это не понятие это скорее как бы состояние я сейчас даже не не про не про то и понятие состояние то и а про то что меня это потрясло в связи с тем что очень часто слово люблю применяется в таких местах где нигде где где небезопасны где навязывают вот и для меня это пример какой ну вот созависимое отношение когда когда кто-нибудь над кем-нибудь вот любит ну вот а ты меня не любишь нигодяй я поняла что я как-то в этом контексте уже вообще слова любовь ну а хорошо 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 например вернемся к пению да вот когда я пою если я не чувствую себя безопасно я понимаю что с одной стороны я петь люблю а с другой стороны я не чувствую себя безопасно поэтому я не могу сказать до конца что я люблю петь потому что если бы я научилась чувствовать себя спокойно в этот момент и вот эти вот оценочные все ситуации убрать да то есть вот вот этих человеков которые там что-то могут подумать что-то могут сказать то я чувствовала бы себя безопасно мне было бы хорошо я бы любила это делать а поскольку я могу обратно если бы ты могла в этот момент любить себя безопасно и не было никаких образов людей которые могут мне кажется это ну как бы ты причинная причину следствия немножко местами переставил а как ты будешь любить если тебе небезопасно понимаешь если безопасно вот в том смысле что безопасность и защита это ну необходимые функции которые вообще вырабатываются постепенно да и они вырабатываются иногда криво то есть я не говорю что они то есть вот выработалась кривая такая вот защита от людей надо с людьми надо осторожнее потому что они тебе наговорят гадость и потом будешь плохо себя чувствовать раз защита срабатывает ты начинаешь что-то делать там где тебе обычно хорошо у тебя раз защита сработала ты вне безопасности у тебя любовь прекращается я сейчас расскажу тебе одну историю я не знаю мне сложно будет объяснить это вот именно как это словами скорее расскажу просто пример как со мной случился определенный опыт в котором вот возможно вот эти моменты как раз как-то так пересеклись я не знаю этот раз что-нибудь даст не даст просто вспомнилась был период когда я медитировала медитировала именно ну как сказать с целью сложно сказать что медитировала с целью так неправильная постановка фразы ну ладно был период когда я медитировала в таких ситуациях когда какие-то конфликты возникали и мне хотелось медитировать именно на раскрытие любви к людям в котором у меня возникало чувство там страха там ну короче конфликтная ситуация то есть как бы типа как я старалась в медитации почувствовать любовь к этому человеку у меня интересно что стало стало получаться то есть отключаться от оценочных восприятий в медитации просто приходить состояние любви а потом вызывать образ этого человека с которым был конфликт но любовь не проходила и как бы оставалось это чувство и мне стала помогать вот такая медитация стала помогать преодолевать какие-то конфликты. Ну, в семье это происходило, и именно в семье с родственниками таким образом отношения как-то стали больше на любви строиться, а не на чувстве страха или чего-то. И вот опыт был не про это, опыт был про другое. Едем мы с Русланом по трассе, и нас останавливает гаишник. Руслан выходит, а я там на заднем сидении лежу, дремлю, и вдруг у меня возникает мысль, мне, конечно, не хочется ни чтобы острофовали нас, ни чтобы там какая-то ситуация не была у Руслана неприятная, то есть мне неприятен этот момент был, он был страшный, он был небезопасный. И вдруг в этот момент я вспомнила, что у меня есть такая медитация, когда погружаюсь в состояние любви, я это состояние могу вызвать, и в этот момент происходит отключение всех мышлительных процессов, просто чувство как будто тебя захлёстывает просто волной такого счастья, ты перестаешь ощущать тело, ты просто перестаешь ощущать вообще себя чем-то, помнить себя чем-то, кроме этой любви, ты как будто сама любовь становишься. И вот в этот момент мне вдруг захотелось как бы, ну как мне показалось, мне захотелось провести эксперимент, а я даже гаишников этого не видела, я вдруг как бы представила, что эта любовь как бы стала во мне раскрываться, и она стала захватывать всё, машину, меня, соседние машины, этих гаишников, этого гаишника, и что просто чувство любви такое тотальное, вначале была идея, чтобы этот гаишник почувствовал эту любовь, а потом, когда уже эта любовь случилась, это всё раскрылось, пропало ощущение, ну, память о гаишнике, там, о Руслане, обо мне, о личности, просто любовь, как бы. Вот это ощущение любви, оно тотальным стало. Это, как бы, такая медитация мгновенная случилась. И я в этом состоянии, ну, какое-то пребывало, там, время, не знаю, минуту, может, две. В итоге возвращается Руслан, он меня из этого состояния вводит, говорит, да, он что-то хотел, типа, как развести на бабло, типа, сказал, а вот его там-то что-то нарушили. Он говорит, а я ему сказал, а вы, говорит, мол, типа, у меня, мол, был включен там регистратор, этого ничего не было, типа, а у нас не было никакого регистратора. Он просто Руслан так решил брякнуть. Это у него спонтанно, говорит, пришло. А если на него смотрит и говорит, ну, ладно, говорит, езжайте, счастливого пути. Вот. И я так потом смеялась, говорю, Руслик, это какой-то был опыт, то есть, странный, то есть мне захотелось погрузиться в состояние любви, чтобы он почувствовал, чтобы у него пропало желание, как бы нас штрафовать там или что-то. А в итоге как бы вот и ситуация как-то так смешно развернулась, да, Руслан вдруг спонтанно пришло желание блефануть перед ним. Никогда не блефовал с гаишниками, он как бы всегда им бабло отдавал и все, и молча выезжал. Вот. И гаишники, в принципе, тоже никогда вот так нас не отпускали. Если уж они нас задерживали, то тогда, да, что-то они от нас хотели и получали. Да. И вот как это объяснить? В небезопасной ситуации возникла любовь и в общем-то там все. На самом деле, то, что ты рассказала, это же целая техника, это действительно так и есть, как бы. Я тоже этим пользуюсь. Я просто сейчас рассказывала про другое. Любовь и безопасность. Видишь, как, мне показалось, что первичная любовь, безопасность приходит вместе с любовью, не наоборот. Ну, сложно, да, когда есть небезопасная ситуация, мозг так активизируется, что там уж не до любви, там надо, извините, жопу спасать. Да, свою. Ну, мне кажется, просто в каждой ситуации лучше вести себя в адекватной ситуации просто. Ну, может быть, если требуется спасение жизни, там, убегать из пожара, из горящего здания, то, конечно, тут не до раскрытия, аликает. Лучше все-таки. Ноги в руки. Пасырься, кто может. Я просто, на самом деле, просто поделилась этой фразой, она меня потрясла почему-то. И как бы... А про то, что ты сейчас рассказала, я даже хочу отдельное видео сделать когда-нибудь на своем канале, потому что это потрясающая вещь, и потрясающая вещь происходит просто. У меня такое, правда, было... Вот из того, что я особенно ярко помню, это у меня было, опять-таки, с институтом связано, когда я должна была сдавать экзамен преподавателю, который... Ну, у него на лице написано «Я вас всех не люблю». Вот. И... Ну, такой... Знаешь, он еще с виду похож был на злого Санта-Клауса. Вот представь себе Санта-Клауса и сделал его с дое лицо. Со вталом. Вот. А еще у него достаточно тяжелый предмет, который мне не нравился, и в тот момент я уже собиралась, в общем-то, из института уходить, и мне надо было просто... Ну, просто закрыть сессию с тем, чтобы с чистой совестью завершить эту ступень в моей жизни, и все. И я в течение нескольких дней передавала, так сказать, я представляла себе этого человека и направляла ему любовь. Я представляла его счастливым. Я представляла его, как он испытывает счастье, как ему хорошо, как, значит, я там луч представляла, зеленый, любви к нему, в общем. Ну, вот. Я все это делала. Это очень круто снимает тревогу. Потрясающе просто. Тревога с ним... Ну, я очень тревожный человек, и вот эта техника, вот, она великолепна в этом смысле. Закончилось все просто прекрасно. Просто прекрасно. Я пришла на пересдачу уже. Вот. Там сидело несколько девочек, которые тоже такие же, как я, с этими же вот глазами, уже замученные этим товарищем. Наверное, я уж не знаю, что там, может быть, нет. Вот. И они из другого курса, и я поняла, что мне нужно подождать в коридоре. Я выхожу, закрываю аккуратненько за собой дверь, и сижу, значит, передаю ему любовь. Дальше. Вот. Друг, это дядечка, выходит из своего кабинета, чап-чап-чап-чап-чап-чап, значит, с чайничком. Вот. Через некоторое время с этим же чайничком возвращается, восстанавливается напротив меня, смотрит на меня внимательно, и говорит, что? Я говорю, что, вот экзамен и зачет, надо сдать мне, вам. Он такой, ну, покажи зачетку. Я ему достаю зачетку, а я, в общем, девочка была старательная, вернее, не девочка, я в тот момент уже была взрослым человеком. Вот зачетку посмотрел, достал ручку, и тут же мне все поставил. В общем, залюбила ты его насмерть, а он не смог сопротивляться. Здоровская история. Да глубины души меня это потрясло. Да. Сила любви, она везде. С такими глазами я ушла просто, вот с такими вот. Интересно, что у нас с тобой от творчества, да, тема ушла как бы в сторону как-то любви. Ну, интересно вообще тогда развитие получила тема. А начиналось все с чего, что человек не хочет в данный момент заниматься тем-то. А почему? Потому что любовь просто к чему-то заканчивается, она может закончиться, потом вернуться. По сути, этот поток, это и есть поток любви. Вот поток любви закончился, я вот, например, у меня бывает, заканчивается поток любви, понимаю, что ну не хочу я сейчас писать картину. Все, там несколько дней может уйти на что-то другое. Потом возвращается. Или... Я бы даже еще, знаешь, так бы, как бы... Ладно. В общем, мой поиск творчества, он совместно происходил с психологом, потому что я не верила в то, что вообще творчество это мое, вот я тебе все это, все весь рассказывала, поэтому я сейчас чуть-чуть коротко расскажу. И сейчас, когда я таки дошла до своего творчества, я понимаю, что большую часть времени, обсуждая с психологом, я говорила о том, что во мне... Ну, мне не за что себя любить, во мне нет ничего, за что я могла бы себя любить, потому что любить, это значит позволить себе быть собой и позволить себе вот там начать что-то, потом бросить, начать, бросить, позволить себе жить. Вот это вот творчество, это позволение себе тех удовольствий, в тех удовольствиях материальных, которые ты создаешь, или которые ты там придумываешь, которые... То есть и позволить себе подумать, что это да это здорово это хорошо наверное творчество и любовь для меня они очень тесно связаны в человеке человек который себя не любит в творчество мне кажется не очень не пойдет мне кажется это как бы сказать раскрытие именно любви материальном материальных формах так как то мне кажется то есть любовь это как бы что-то нематериальное но она очень хорошо ощущается человеком и он может через деятельность как бы материальный мир это воплощать виде каких-то вещей если ты то есть причем ну там творчество то она взяла такое понятие растяжимое да сделать да 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 и вообще принципе убирать квартиру творчески это что же блин тоже может быть прям как танец то есть наверное я не дошла сюда ворка квартиры в любви это же вообще у меня не ненавидела очень долго убор все что связано вообще с мытьем каким-то там подметание вообще мытье не любила мокрые процессы никогда да а потом как какие-то моменты стала ощущать что принципе вот если в определенном состоянии начинать этим заниматься это же так же кайфово как и там танцевать прикольно мыть полы с любовью но не к любовью к полам а с любовью как к себе до говорили мне про чем у любви к себе то есть ты любишь и в этом состоянии моешь пол это просто медитация это кайф наверное когда-нибудь дорасту но на самом деле у меня редко это резко от любви я начинаю мыть полы чаще от любви мне хочется гулять очень люблю гулять состоянием любви и смотреть просто на все мне все кажется таким красиво вокруг картины писать тоже люблю чаще люблю кушать люблю в состоянии любви общаться в состоянии убирать надо мне реже приходит на уходу состоянии на самом деле в этом состоянии но и не важно чем заниматься она как-то кайф кайф все все что да научиться бы его сохранять ругаться только в состоянии не хочется ни с кем если даже кто-то пытается провоцировать если в этом состоянии находишься она как-то знаешь гасится эти провокации до человек как-то так увядает не видя сопротивления в тебе это в эту любовь проваливается вся его агрессия он как-то сам потом смешно становится от собственно от собственных каких-то этих ну что давай наверно закругляться глянь времени тоже 45 минут наболтали про любовь то можно говорить бесконечно любовь то хорошо хорошо ладно спасибо дорогие зрители что были с нами те кто досмотрел до конца я надеюсь что это наверное атмосфера нашего разговора и вас тоже как-то как-то так захотела порадовала да мне прям как-то очень на душе прямо сейчас радостно а любви вообще говорить приятно приятнее чем о страхах и предрассудках однозначно будем говорить о любви и все темы в принципе можно свести наверное ну всего доброго желаю вам творчества творчества и любви до свидания до свидания